Здравствуйте! В эфире Город С. Татьяна Дмитриева. Как упрощаются процедуры в сфере регистрации и учета налогоплательщиков? Какие налоговые услуги можно получить в МФЦ? Об этом мы говорим сегодня в нашей студии начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области Андрей Лунин. Здравствуйте, Андрей Иванович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в общем и целом увеличивается количество налогоплательщиков? Потому что я знаю, что цифры собираемости налогов растут. Ну, хотелось бы отметить, что, да, тенденция такая есть. У нас вот налоговая служба – это одно из первых государственных структур, с которым сталкивается человек, если он захочет организовать свой бизнес, зарегистрировать как предприниматель, открыть юридическое лицо. У нас по итогам Самарская область в Привозском федеральном округе по итогам 2016 года вошла в пятерку регионов федерального, где увеличилось количество новичков, кто зарегистрировался вновь. Поэтому и такая динамика. Вот с начала 2007 года, 2017 года у нас уже было зарегистрировано 10 250 хозяйствующих субъектов. Это 3900 юридических лиц, 6125 индивидуальных предпринимателей и 164 – это крестьянско-фермерские хозяйства. Тогда как за этот же период ликвидировались добровольно, прекратили свою деятельность 5619 хозяйствующих субъектов – это 1108 юридических лиц, 4414 предпринимателей и 97 крестьянско-фермерских хозяйств. Это говорит о том, что регистрация у нас почти в два раза превышает добровольную ликвидацию. Люди открывают свой бизнес и начинают работать, пробуют свои силы в бизнесе, улучшают свое материальное положение, способствуют улучшению государственного положения. Я бы слышала еще, что есть такое понятие, что вновь регистрируется. Вот бизнес не пошел, они все это обнуляют, а потом есть желание возобновить. Вот в таких случаях что происходит? Есть такие случаи? Ну, насчет вновь регистрируется, нет, это человек зарегистрировался, стал работать, что-то не пошло, не случилось, поменялась цель, поменялись задачи, какое-нибудь семейное обстоятельство, еще что-то. Люди просто ликвидируют организацию в установленном порядке. Проходит время, опять же прошли изменения, появилась какая-то идея, появились возможности, бывают поддержка государства, скажем, людям, молодым семьям, еще кому-то делают, поддержку бизнеса, для открытия бизнеса. У человека появляются идеи, он по-новой зарегистрирует, получает документы и работает. А вот когда регистрируется вновь, то такая же процедура, она для всех или это упрощенно, если он был ранее зарегистрирован, уже проще все это сделать? Нет, процедура, она одна и та же, что вы, не зависит от того, что вы были ранее зарегистрированы, это если человек, как раз говорится, допропорядочник, у которого сложились обстоятельства, он был регистрирован, прекращал деятельность, потому что, ну, получилось так, ситуация сложилась, регистрируется, проблем нету. Процедура регистрации упрощена, сейчас довольно хорошо упрощена. Сроки регистрации, вновь создание юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, это не более трех рабочих дней. Документы, комплект документов, который оговорен законом, 129 ФЗ, он ничего сложного, для подготовки документов нету. У нас налоговая служба все делает для того, чтобы упростить, помочь. Если вот многие уже общались и смотрят на сайт Федеральной налоговой службы, налог.ру, где подробно есть такие услуги, зарегистрировать свой бизнес, расписано, что, как, каким образом, где можно заплатить. А можно отдаленно или обязательно приходить в налоговую, в какое-то отделение, или можно, как говорят, удаленным способом, если вот далеко из области ехать, наверное, куда-то там? Ну, данная ситуация как раз началась с того, что в 2015 году, в апреле 2015 года, у нас был организован единый регистрационный центр Самарской области, который занимается всей регистрацией по области. Это было сделано для того, чтобы, центрально целенаправленно это было сделано для того, чтобы улучшить процедуру, чтобы по всей области процедура была единообразная, чтобы не было никаких лишних подходов, потому что, ну, бывало случаи, что где-то кто-то недопонял, неправильно прочитал, получилось одно. Сейчас все это в одном месте. Очень, в настоящее время в Самарской области очень сильно развита сеть многофункциональных центров, с которыми наша налоговая служба заключила соглашение, и по этому соглашению многофункциональные центры имеют право принимать документы. И сразу сейчас оговорюсь по поводу, как вот зарегистрироваться. Например, если я житель дальних районов и не могу приехать в Самару, в рек-центр, потому что рек-центр у нас расположен на базе Красноглинского района, это на городе Самара, улица Сергея Лозо, 2А. Если у них не получается у человека приехать, у нас несколько вариантов предусмотрено 129-м законом. Значит, первое, это самое личное присутствие, человек приехал, сдал. Второе, это можно направить почтой с письмом заказным, с уведомлением и с описью вложений, что вы направляете. Третье, направить документы через лица представителя. Ну, в данном случае человек, который принесет документы, обязан иметь нотариальную доверенность на право принести документы, сдать. Потом способ через многофункциональный центр. Он приходит, вот он живет, скажем, в Сергеевске, у них есть Сергеевский многофункциональный центр. Он приходит в этот многофункциональный центр, подает также документы. Сотрудник многофункционального центра у него принимает, выдает расписку и направляет это уже в регистрационный центр. В данном случае, через дальние районы, получается, немножко регистрация произойдет также на третий рабочий день, но только на третий рабочий день с момента получения регцентра. Регцентр получает через день, после, ну, национально, поэтому тут будет не три, а пять получится, в среднем пять-семь дней регистрации. Но это гораздо быстрее, чем это было когда-то давно, раньше. Да, все делается для того, чтобы упростить эту процедуру. Давайте тогда посмотрим ролик о возможностях единого реестра, субъектов малого и среднего бизнеса и продолжим разговор. Малому и среднему предпринимательству в России уделяется особое внимание. Действует много федеральных и региональных программ поддержки. Но чтобы ими воспользоваться, необходимо было подтверждать свой статус. Теперь стало проще. Федеральной налоговой службой в сотрудничестве с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства создан реестр таких субъектов. В него включаются все организации и предприниматели, удовлетворяющие необходимым требованиям. По уровню дохода, по количеству работников, по участию в капитале. Реестр формируется автоматически на основе сведений, получаемых от государственных органов и организаций. В реестр можно добавить сведения о своей продукции, отметить, что она инновационная или высокотехнологичная, а также рассказать о партнерских программах и реализованных договорах. Теперь не нужно тратить деньги и время, чтобы доказать свой статус. Любой орган власти и потенциальные партнеры проверят эти сведения самостоятельно и бесплатно на интернет-портале реестра. Пользуйтесь! Желаем удачи! А появляются все-таки какие-то изменения в сфере регистрации учета? В сфере регистрации учета периодически проходят изменения. Например, изменения, которые вступили в силу с 1 января 2017 года. Это была упрощена процедура и в качестве выдачи документов. У нас с 1 января 2017 года отменили типографические бланки свидетельств. Это вот все привыкли, когда мы приходили в какое-нибудь общество или в магазин вы все приходите как потребители. У нас там всегда на видном месте висело свидетельство. Такое красивое полиграфическое это свидетельство с голограммой, что такое юрлицо зарегистрировано. И вот с 1 января 2017 года данные свидетельства отменены. Теперь вместо свидетельства выдается лист записи. Это то же самое касается и физических лиц. У физических лиц тоже данные свидетельства, которые мы, как все, как физические лица, получали свидетельство на руках об ННМ. Они тоже были сделаны на таком же бланке. В настоящее время теперь вместо бланка тоже выдается свидетельство. Оно так же будет вывешиваться, да, или нет, или не обязательно? Это уже как сам хозяин, сам владелец. А физическое лицо получает листок формата А3. На нем также написано, что это свидетельство, только он выполнен не на полиграфическом, а на обычном, простом. Также есть подпись, печать, ННН указан. Но все те же самые реквизиты, только бланк уже используется. Кроме того, упрощается в скором будущем. Еще осталось буквально, может даже летом, уже будут утверждены типовые уставы. Это речь идет о том, чтобы меньше документов сдавать на государственную регистрацию. Не секрет, что у нас очень много хозяйственных субъектов, ОООшников, фирмы работают по типовым уставам. Уставы практически не отличаются, много кто сделаны. Поэтому вводится такое понятие типовой устав. И при государственной регистрации будут такие формы заявления, где будет стоять отметка, что юридическое лицо пишет, я регистрируюсь и буду работать по типовому уставу. Тем самым документ, устав, он из комплекта выпадает. А так как при регистрации, когда вы сдаете документы, это обязательное условие сдачи двух комплектов документов устава. Соответственно, если будет отметка типовой, значит, вам не печатать, вам не тратить. Это будет улучшение, уменьшение. Это с какого момента? Это с 1 января уже планировалось, но типовые уставы пока не утверждены. Как только их утвердят, они будут размещены на официальных сайтах. Соответственно, появятся сразу формы для государственной регистрации, которые сейчас существуют. В них будут внесены изменения, где появится возможность отражать, что это юридическое лицо будет работать по типовому уставу. Да, конечно. Тем самым это будет удобнее и бумаги меньше тратятся. К нам поступил на днях вопрос от телезрителя, тоже по вашей теме. Вот мы приберегли для этого эфира. Молодой человек закончил ВУЗ, сейчас ищет работу и слышал, что обязательно ИНН, но у него его нет. Какой документ можно запросить налоговый, чтобы его получить? Этот вопрос с 1 января 2017 года стал решаться гораздо легче, потому что до 1 января 2017 года человеку приходилось для получения ИНН обращаться в тот налоговый орган, где он прописан. Либо временно пребывает, если у него нет прописки на территории Российской Федерации. Например, если я был бы прописан, скажем, в Санкт-Петербурге, учился, например, здесь или приехал здесь, находился, и мне нужен ИНН, то до 1 января 2017 года я обязан был обратиться в Санкт-Петербург в инспекцию по месту прописки и там только получать ИНН, или писать запрос, либо ехать туда. С 1 января 2017 года внесли изменения в налоговое законодательство, теперь у нас сделали экстерриториальный принцип. Я могу быть прописан в Санкт-Петербурге, но нахожусь в Самаре, у меня нет ИНН. Я обращаюсь в любой налоговый орган, который занимается постановкой на учет, пишу заявление и в те же самые сроки, что обращался бы я в инспекцию, я обращался бы в Петербург, мне выдадут ИНН, потому что мы сейчас работаем все в единой базе, у нас вся Россия, мы ее все видим. Соответственно, ИНН... Единственное, что останется, что ИНН, который я получу здесь в Самаре, он будет... Первые цифры его будут означать о том, что я прописан все-таки в Петербурге, у меня ИНН будет начинаться на 78, а все остальное и документы я получу здесь же уже в Самаре. Ехать мне никуда не надо. Это, повторюсь, что это с 2017 года, с 1 января такой принцип действует. Это значительно упростилась процедура, и люди стали гораздо удобнее, комфортнее стали себя чувствовать. Да. Ну, в последнее время много говорят о теневой занятости, о самозанятости. Опять же, в вопросах вот сбора налогов, это очень актуальная тема. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть видение и решение этой проблемы? Потому что, говорят, вот много людей, которые сами там занимаются чем-то, те же переводчики, может, и нянечки какие-то сидят, ходят по домам. Вот что нужно сделать? И вот налоговая, вот вы будете участвовать в этом процессе? Или у вас есть какое-то свое видение решения проблемы? Ну, налоговая, есть такая сейчас процедура самозанятости. Государственная, есть документ, который позволяет сейчас физическому лицу написать заявление и встать на учет как самозанятый. У нас в Самарской области, насколько уже известно, два или три человека уже написали такое заявление, стоят на учете как самозанятые. Ну, немного, да? Ну, это, как правило, репетиторы, вот как вы говорите, что нянечка, репетитор. Да, у них есть категория, какие-то льготы, потому что стали набирать обороты, это и президент стал на это говорить, послание, что надо открыть бизнес, что поэтому люди начинают потихоньку... Они вот чем мотивированы? Одно дело сидеть в тени и получать просто денежки, а тут вот пришли и написали. Вот что их должно мотивировать с таких людей? Ну, у них сейчас льготы, первоочередное, когда они зарегистрируются, подадут сообщение, что у них там действуют льготы определенные, поэтому точно это все законодательство. Можно выяснить, можно выяснить, посмотреть. Даже анонимно это все можно выяснить, да, какие льготы там... Ну, обратиться к законодательству, спросить в администрации. Нас мы ставим на учет, поэтому уже случаи такие есть. Да, ну это хорошо. И, наверное, ну, как во всем деле, когда много людей участвует, есть случаи мошенничества, да, вот злоупотребления какими-то своими правами. Скажите, пожалуйста, как вы с этим боретесь? Какие нарушения чаще всего возникают при регистрации? И вот что грозит даже нарушителям? Ну, сразу хочу сказать еще раз, повторить на то, что все-таки процедура государственной регистрации, она довольно простая, не усложнена. Сроки регистрации для создания вновь, повторюсь, еще три дня, для внесения каких-либо изменений в течение пяти рабочих дней. Поэтому в данном случае сроки ограничены, и налоговая служба, как в лице регистрирующего органа, она соблюдает все эти сроки. У нас, у налоговой службы в настоящее время значительно расширены наши права при регистрации. Мы в обязательном порядке будем проверять документы, смотреть. Хоть написано в законе, что мы получаем документы, регистрируемые в течение трех дней вновь в создании. Да, кажется, когда успеть все проверить, всю информацию. Получается ситуация какая, что налоговая за три дня мы можем проверить только по самым простым, это быстрым. Например, предъявили паспорт, а он оказывается, что он недействителен, паспорт, тогда будет отказ. Предъявили адрес, которого нет, уже адресная часть, она общедоступная с администрацией, федеральная адресная система, ФИАС так называемая, там тоже проверяется сразу. Если проблем никаких нет, но мы вдруг видим, что все-таки человек, который подает документы, является массовым руководителем, это более шести организаций, где он действующий, есть и больше, либо учредитель. Но так как видимых причин для отказа не будет, мы эту организацию зарегистрируем. Но мы ее поставим на контроль, и уже после внесения записи начинаем проверять более подробно и тщательно, Что, как, где он находится, что с ним. Если вдруг все-таки после регистрации мы выявляем какие-то незаконные действия, что там были нарушения, что там недостоверные сведения нам предъявили, сначала будет предписание этому юридическому лицу, чтобы они внесли изменения. Если предписание останется без исполнения в течение 30 дней, то в единый государственный реестр внесется запись о недостоверности сведений. Тем самым эта запись будет видна всем. Любой человек, гражданин, который хочет запросить выписку, получить выписку, он эту запись увидит, что это организация с недостоверными сведениями. Соответственно, я бы не рекомендовал с этой организацией работать. Понятно. А вот есть еще такое понятие фиктивное руководство. Это что значит? Ну, кроме того, да, вот вы отметили фиктивное руководство. У нас очень много было случаев. Сейчас они остались еще, но с этим налоговая служба борется. Это есть такие подставные лица, которые не хотят, не имея цели заниматься юридическим лицом, быть руководителем, но вот подошел к нему человек, говорит, ты хочешь заработать деньги? Человек говорит, да, я хочу. Предоставляет паспорт и регистрирует фирму. Фирма регистрируется. К фирме не имеет отношения никакого. А потом выявляется, когда начинаются проблемы, когда начинаются приходить приставы, если есть долги, начинается, что я не знал. И вот оговорюсь сразу, что у нас в уголовном кодексе есть наказание для таких людей, если есть статья уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание. По Самарской области за 2016 год уже вступил в силу приговор. Одно жители Самары уже приговорили к полтора годам работы справительных, содержание 5% заработка, доход государства. Кроме того, уже в 2017 году тоже есть приговор. Материалы направляются, регистрирующий орган собирает данные на материалы, направляет их в правоохранительные органы. Правоохранительные органы рассматривают и привлекают уголовное дело. Кроме уголовной ответственности есть еще административная ответственность, которая тоже для человека не очень нужна. Это вы портите свою репутацию. В будущем, если вдруг вот это подставное лицо все-таки надумает заниматься чем-то, у него же не всегда же, может, у него что-то пойдет, он захочет заниматься. А у него будет такое пятно, что он был подставным лицом и его привлекали к административной ответственности. Административная ответственность там предусматривает либо штраф, либо более серьезная – это дисквалификация. По решению суда человек дисквалифицируется на определенный срок. Там до трех лет можно получить дисквалификацию. И в течение этого периода ты не можешь быть руководителем, занимать должности. Понятно. А вот какие мотивы все-таки у тех, кто не хочет на себя регистрироваться, а ищет вот этих подставных лиц? Вот чего люди понимают? Ну, мотивы не знаем. Может быть, они разные мотивы. Может, кто-то хочет укрыть свой бизнес, не говорить, что это я. Потому что все проще. Регистрирую, регистрирую. А что же? Ну, люди разные. У каждого человека свои подходы. Может, кто-то не хочет быть, чтобы его видеть. Потому что все-таки, когда ты регистрируешь фирму, у тебя общедоступные, но общедоступные имеются названия юрлица. То, что открыто, то, что официально фигурирует везде на сайтах налоговой службы, в официальных ресурсах, госуслугах. Вы же выписку по юридическому лицу можно получить запросто. И там видно директора, фамилия, имя отчества директора. Там нет ни паспортных данных, ни прописки директора, но есть фамилия, имя отчества директора. Поэтому, может, кто-то не хочет, чтобы было это, регистрируют. А кому-то, наоборот, как вы сказали, специально ищут подставных лиц для проведения каких-нибудь противоправных действий. А вот об ответственности за эти действия мы узнаем из ролика. Давайте его посмотрим, мы потом продолжим разговор. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является обязательной и ответственной процедурой. Вопросом обеспечения достоверности сведений в государственных реестрах уделяется большое внимание. Особое внимание уделяется случаем введения бизнеса через подставных лиц. То есть таких лиц, сведения о которых, как об учредителях, участниках организации или их руководителях, внесены в единый государственный реестр юридических лиц путем введения их в заблуждение или даже без их согласия. В современном законодательстве за использование подставных лиц при регистрации организации, а также за внесение сведений о подставных лицах в государственные реестры предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. За представление в регистрирующий орган недостоверных сведений также предусмотрена административная ответственность должностных лиц в виде штрафа в размере до 10 тысяч рублей. Повторное совершение такого административного правонарушения, а также представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок до трех лет. Поэтому будьте бдительны, не предоставляйте свой паспорт и не подписывайте заявление о государственной регистрации, если не планируете управлять организацией и участвовать в ее деятельности. Если вы являетесь участником или, например, генеральным директором юридического лица, то с момента государственной регистрации вы становитесь ответственным за деятельность организации. Даже если вы являетесь подставным лицом, то вы считаетесь работающим и не можете получать пособие по безработице. Кроме того, как учредитель или руководитель организации, вы не можете работать в государственных или муниципальных органах. Если вы считаете, что сведения о вас в Едином государственном реестре юридических лиц недостоверны, обращайтесь в регистрирующий орган лично или отправьте нотариально заверенное заявление по почте, или направьте электронное обращение, подписанное вашей электронной подписью. Заниматься бизнесом через подставных лиц, как и быть подставным лицом, это нарушение законодательства. Не рискуйте. Да, рисковать не стоит. Давайте я еще дополню по поводу административной ответственности, просто проведу цифры. У нас в 2016 году к административной ответственности было привлечено 352 должностных лица. А за первые 4 месяца, на 1 мая, у нас уже привлечено 109 должностных лиц. Поэтому динамика идет хорошая в пользу. Потому что дисквалификация на человеку, как было сказано в ролике, что она все-таки повлечет на человека. Он не сможет, скажем, захочет работать в государственной структуре, нельзя будет. Подставное лицо был. А по поводу уточнить, если считают недостоверной, то ситуации такие, когда человек работал-работал в юридическом лице директором, не являясь учредителем, с ним закончился трудовой договор. Он вроде как вышел, написал заявление учредителям, что прошу поменять меня как руководителя. Если учредители не меняют его, то выход для физического лица, для данного директора, вот как было сказано в ролике, ему необходимо будет подать заявление по форме 38-38-001. Она установлена в образца. В этом заявлении обязательно полностью прописать свое, доказать свою правоту. Доказать это, значит, предложить документы, что я учредителей просил, что у меня закончился контракт, что данные недостоверны. Потому что если такой записи не будет, что данные о нем недостоверны, то для всех третьих лиц, для посторонних, этот человек будет до сих пор числиться руководителем. Тем самым будет вводить в заблуждение, и, возможно, всякие процедуры, какие-нибудь начисления, еще что-нибудь будут, будешь потом ходить объясняться. Чем быстрее человек это сделает, тем будет для него же лучше. Потому что запись будет внесена, и любой человек, кто будет с этой организацией захочет провести какие-то мероприятия, купить у них, либо продать, заключить договор, он увидит в выписке, что вот Иванов Иван Иванович, по нему данные недостоверны. Соответственно, уже, наверное, с этой организацией я бы не стал работать. А какая роль и место гражданского контроля? Он участвует в этом? Потому что вот обнаружить информацию сложно же, да, вот какую-то вот лживую, так скажем, неверную. Участвует... Роль гражданского контроля, это сейчас очень много, есть такие обращения, что собственники помещений, например, некоторые люди, видя, что к ним, вот я собственник помещения, ко мне стали поступать письма из пенсионного фонда, от фонд соцстраха, от налоговой, что такое юрлицо, например, не стоит, не платит. Он начинает выяснять, что оказывается, вот я собственник этого помещения, я хозяин, я не заключал никаких договоров на осуществление, чтобы они здесь были. Тогда, опять же, этот человек, заинтересованное лицо, он говорит, что в едином государственном реестре недостоверны сведения об адресе этого юрлица. Он также имеет право заполнить форму уже 34.002, что данные недостоверны. Приложив к этой форме тоже его обращение, там специальный лист, где он пишет, что я являюсь директором на основании такого свидетельства, собственности, моего помещения и говорю, что по этому адресу такого юрлица не находится. Регистрирующий человек, получив этот документ, смотрит, вносит его в реестр, направляет этому юрлицу, опять же, уведомление, с тем, чтобы юрлицо доказало, либо юрлицо все-таки принесет потом от этого же собственника с ним, что все-таки они заключали, что все работает, что ошибся, тогда в реестре никакой записи не появится. Если в течение 30 дней никто не отреагирует, ни учредитель, ни директор, не опровергну, тогда в реестре появится запись, опять же, о недостоверности. А вот эти все формы, их можно заполнить в МФЦ каким-то удаленным способом тоже, да? Или обязательно идти в налоговую? Нет, все эти формы, они есть в интернет-портале, в консультантах, в гарантии есть. Подать их можно так же, как и документы о регистрации. Либо вы их заполнили, подписали, если не лично принесли, то нотариально заверили, и можете также отправить, либо через МФЦ, либо направить почтой, либо через электронный сайт налог.ру. Почему спросила про МФЦ? Очень хорошо зарекомендовала себя эта структура. Что-то новое от налоговой там появилось? Какие-то новые сервисы от налоговой? Чем можно воспользоваться? Люди чего не знали? А сейчас можно в МФЦ прийти? Ну, я в части регистрации так могу сказать, что у нас с ними очень хороший контакт, идет полностью взаимопонимание. По регистрации, вот все, что мы делаем по регистрации, практически все это можно сдать в МФЦ и подать документы. Да, вот это вот очень удобно. И МФЦ активно использует наши сервисы, сайт налог.ру, на нем реализован, вот если кто пользовался, заходил, сайт налог.ру, там есть все электронные сервисы, там порядка более 40 сейчас электронных сервисов, которые работают. И в МФЦ, если человек нет дома компьютера, например, как вот много таких, приходит в МФЦ, и МФЦ им оказывает эти услуги. Как, например, там вот на этом сервисе есть услуга «Узнай свой ННН». Потому что очень многие приходят, что «Мне надо ННН». Они заходят и в режиме онлайн практически вводят фамилии, имя, отчество, паспортные данные, прописка, человек сам даже может ввести, ему предоставляется, и ему выдается ответ, что либо есть, значит, у вас такой-то ННН. Если вдруг ННН не находится, предлагается там же, прямо на сайте, ему машины предлагают, что заполните заявление о постановке на учет. Его можно там же заполнить и направить. Но если оно уйдет без электронной цифровой подписи, налоговая его получит, начнет обрабатывать. Но в ответ на ваш ящик почтовый должно прийти уведомление, что вам надо с такого числа по такое прийти в налоговую для получения. Если вы не приходите, то заявка это аннулируется. Либо если вы опоздали, вам пришло, что вы должны были до 5-го прийти, вы приходите 6-го числа, то заявка аннулирована, и вы уже не можете воспользоваться данной услугой. Данная услуга дает преимущество того, что вы вне очереди, у вас есть номер заявки, и у вас есть время, что вы должны прийти в это время. Вы приходите, и вас должны принять, ну, практически на течение 15 минут, вы вас должны принять уже, что вы получите. Результат распечатать и выдать документы. Вы расписываетесь там, что это вот вы это писали, и вам выдается свидетельство. Ну, понятно, что очень много электронных сервисов, и они удобные, и многие им пользуются, но остается вопрос, наверное, все равно, куда нужно обращаться. Вот коротко скажите, если не решается проблема при помощи какого-то удаленного способа электронных сервисов. Не решается проблема, если не регистрируют, или просто я не могу подать, например, документ, у меня не работает компьютер, то, да, самый простой вариант – это ехать в регистрирующий орган, сдать его лично туда, либо в МФЦ, потому что, я повторю, что МФЦ принимает все документы, у них как бы проблемы с приемом нет ни у кого. Поэтому проблема, если у вас вдруг на сайте что-то не получается, бывают такие случаи, что не проходит, программу не дает, либо что-то набираете, проще напечатать на бумаге и с этой прийти. Если ехать далеко в регцентр, можно сдать в МФЦ. Спасибо большое за такую информацию, важную, полезную. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание. До свидания.